Служба в напряженном режиме. Именно так можно охарактеризовать сегодня работу брестских таможенников. Напомним, президент России 6 августа подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации. Документом на год введены ограничения на ввоз в страну сельхозпродукции государств, которые поддержали антироссийские санкции. Но несмотря на все запреты, предприимчивые делецы пытаются, используя различные схемы, незаконно транспортировать через Беларусь запрещенный к ввозу товар. Работают белорусские таможенники совместно с фитосанитарной и ветеринарной службами. Кроме усиленных мероприятий на границе, таможенные органы проводят контроль и внутри страны в целях контроля и предотвращения ввоза в Российскую Федерацию санкционных товаров, которые ранее были ввезены в Республику Беларусь. Контроль осуществляется круглосуточно, мобильными группами во взаимодействии с уполномоченными органами. С начала введения санкций российской стороной на Брестском участке границы выявлено и задержано порядка 30 грузовых автотранспортных средств, перевозивших запрещенную к ввозу продукцию. Только за последние две недели контролю подвергнуто 56 тысяч автомобилей, проверено 10 тысяч партий товаров. В своем большинстве перевозится плодоовощная продукция – пекинская капуста, грибы, яблоки. Прошедшая неделя оказалась весьма продуктивной. За последнюю неделю сотрудниками Брестской таможни было задержано пять грузовых транспортных средств с санкционными товарами, которые следовали либо в Российскую Федерацию, либо транзитом через Россию в Казахстан. Было задержано более 100 тонн санкционных товаров на общую сумму, более миллиарда белорусских рублей. Товары следовали по недействительным документам. Всем, кто занимается грузоперевозками, следует знать и помнить об ответственности за правонарушения, связанные с незаконными поставками через Беларусь товаров, подпадающих под российские санкции.